Когда мы приходим в этот мир, каждый из нас словно книга, полная пустых белых страниц. По мере взросления, одна за другой в книге появляются строки. Самые первые из них вписывают туда наши родители. Пока мы дети, родители кажутся нам волшебниками, с которыми сбываются все наши мечты. Но только когда вырастаем, понимаем, что все эти чудеса – результат их тяжелой работы, любви и заботы о нас. Моя дорогая мамочка, я знаю, с самых первых дней ты чутко меня оберегала, дарила безусловную любовь, как может только мама. Мама Невероятно добрая, внимательная и отзывчивая, ты всегда прислушивалась и тонко понимала, что мне нравится. У тебя я переняла усидчивость, упорство и организованность. Ты успевала все – работать, держать дом в чистоте и уюте, водить нас с Наташей на все занятия и не пропускать ни одного школьного собрания. Мама – это слово, за которым стоят миллионы сложных решений, бессонных ночей и искренних переживаний. Я помню наши ранние подъемы в выходные, потому что у меня начинались мультики в 8 утра. И как в будни, ты вставала раньше, чтобы приготовить мне лекарственный сбор для желудка. Ты делала так каждый день, безоговорочно, не требуя ничего взамен. Мамочка, пусть теперь я живу в другом городе, знай, ты всегда рядом, всегда со мной, в моем сердце. И как здорово, что мы можем долго общаться по телефону, обсуждать сериалы, а еще выбирать одинаковую одежду, а потом путать, где чья. Спасибо за все. Спасибо, что ты у меня есть. Я очень люблю тебя, мама. Моя мама – самая нежная и заботливая, самая красивая и чуткая, но при этом строгая и требовательная. Мама, ты мой пример и моя опора. Я знаю, как много пришлось тебе сделать, чтобы дать мне все, что у меня есть сейчас и что у меня было в детстве. Для меня ты всегда выступаешь мотиватором и примером настоящего трудолюбия. Ты приходила с работы в 9 вечера, а уже в 4 утра снова вставала, чтобы проверять тетрадки детей. И при этом ты успевал заниматься моим воспитанием, водить меня на турниры по шахматам, посещать мои игры и даже заниматься со мной музыкой. Эти уроки мне точно не забыть. Мы вместе готовили речь на турнир ораторов, и ты заставляла меня тренироваться, пока все не будет совершенно. Это помогло мне не только выиграть в конкурсе в школе, но и дальше по жизни достигать поставленных целей. Ну и конечно, никогда не опускать руки и стремиться к победе в каждом деле. Я всегда ощущаю твою поддержку и твою веру в то, что у меня все получится. Восточная мудрость гласит, что рай – это земля под ногами матери. И я постараюсь показать всю заботу и любовь, которую ты мне дарила всегда. Спасибо тебе, моя мама. Я очень тебя люблю. Папочка, ты показал, что значит настоящая отцовская любовь. Я помню, как каждый день, несмотря на то, каким он был тяжелым, ты одинаково радостно встречал нас после работы, обнимал своими грубоватыми мозолистыми руками и прислонялся своей щетиной к детским щечкам. В такие моменты я чувствовала твою невероятную любовь и силу, понимала, что ты меня можешь защитить от всего на свете. Папа, от тебя я переняла общительность, творческий подход, деятельный характер и, конечно, чувство юмора. Ты уделял нам море внимания, всему обучал, старался дать только лучшее и разделял с нами все экстремальные виды развлечений, хоть мама и не всегда их одобряла. Я могу уверенно сказать, что у меня было счастливое детство. Папа, твоя заслуга – это мои стремления. Как бы ни было трудно, я всегда могу поделиться с тобой тем, что на душе. Ты умеешь не просто успокаивать, но и замотивировать, дать понять, что нужно бороться до конца, не снижать планку. Папа, знай, я ценю каждый момент, проведенный вместе и знаю, что все, что ты делаешь – это все для нас и ради нас. Я очень дорожу тобой и сильно люблю тебя, мой папа. Максим, сложно представить нашу семью без тебя, ведь ты наша поддержка и опора. Без тебя мы бы с Настей точно не выжили, ведь ты всегда готов прийти на помощь, чтобы у нас не сломалась или не сгорела дома, какую бы проблему не надо было оперативно решить. При этом у тебя всегда получается быть на позитиве и быть душой нашей большой и дружной компании. Ты лучший пример настоящего мужчины, но не только потому, что ты построил дом и баню на даче, посадил дерево и воспитываешь сына, но и потому, что уже много лет делаешь счастливой мою маму, за что я тебе очень благодарен. Бабушка, ты мой настоящий учитель, не только потому, что преподавала мне историю и общесознание в школе, но и потому, что всегда поражала меня своей мудростью, взвешенностью, умением улыбаться жизни и принимать все ее сложности. Ты воспитала во мне дисциплину, твердость характера и внутренний стержень, который позволяет не сдаваться и идти дальше. Ну и конечно, куда же без твоих организаторских способностей, командного голоса и приемов из карате. Мне всегда было интересно обсуждать с тобой историю, экономику и до сих пор мы можем вместе обсудить реформы Столыпина или последствия монголо-татарского Игана Руси. Спасибо тебе большое за то, что ты поддерживаешь и даешь мудрые и полезные заветы. Ольга Владимировна, Максим Николаевич и Валентина Ивановна, вы вырастили потрясающего сына, внука. Ваш труд и забота бесценны, вы словно творцы. Из большой любви и тысячи часов кропотливой работы создали из милого мальчика с огромными зелеными глазами уверенного и целеустремленного мужчину. Спасибо вам. Теперь у меня есть самый лучший муж, и я буду стараться сделать каждый его день счастливым. Светлана Викторовна, Василий Иванович, вы воспитали прекрасную дочь, которой по-настоящему можете гордиться. Вы смогли обнимать в ней целеустремленность, твердость характера, а также чуткость, нежность и женственность. Безусловно, вы вложили в нее всю вашу любовь, вашу душу и сердце. Спасибо вам. И спасибо вам, что доверили ее мне. Обещаю, что всегда буду защищать, заботиться и поддерживать Настю. И, конечно, каждый ее день делать ярким, особенным и счастливым. Никому в этом мире не дано выбирать родителей. Но если бы у нас была такая возможность, мы бы выбрали вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok